Добрый день! Добрый день! Слышим? Как там дела у вас? Слава Богу! Мороз 20 градусов! Говори, что какие вопросы есть. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Против. А? Не против. Слушаю, говорите. Вот у меня вопрос такой. Ну, как бы, мне задавать его... Я же раньше пил, поэтому момента у меня осталась и каялся. И был у меня это. Это за мной черный шлифт оттянется. Он на мне до смерти будет. Вопрос такой. В России сейчас отравляется от алкоголя. Много людей. А в азиатских регионах этого нет. Почему? Ну, видите как. Вот я сегодня прослушал несколько видеороликов. Вчера на эту тему выступает Соловьев. Там Онищенко, главный по санитарным делам в России, который где-то... И ищут, какие причины, что помимо государственных структур торгуют. Одни говорят, надо понизить стоимость водки государственной по пошлине не брать и проще сделать. Ну, выгода всем есть от того, что... Если так разобраться по масштабам, выгода всем. Выгода почему? Во-первых, дешево продают дешево. Понимаете, издать у них изготовить очень легко. А продают другая цена. В царское время было, да, было. А были времена? В 14-м году, когда Первая мировая война началась. А какие результаты от того и от того? Ну, от первого, что если алкоголь есть, это аварии на дорогах, ранняя смерть. Никогда алкоголик ничего создать не может. Рождаются от них разные парализованные придурки и какие угодно. То есть, лучшего врага, лучшего теракта нельзя против России создать, как торговать. Ну, а как это сделать? Не сделать. Притом, вымирает, речь идет на алкозависимых сегодня 20 миллионов. 20. Начинает сравнивать с Америкой, а там 30, 10 миллионов жителей, а алкоголиков как бы меньше. Там тоже хватает. Давайте так... Ну, мы поравняем. Вопрос зададим. Вот у меня в книге «К истинному православию» избавил Господи от пьянства. Вот там все сказано, к этому нельзя добавить ничего. Ну, на сегодняшний. Вот какой-то боярышник там выпили. А зачем они его брали и пили? Когда даже просто натирать, натираться каким-то химическим составом, кремами, и то вредно. Через кожу в кровь всасывается, почки будут за это отчитываться. Я спрошу, за это время, ну, какое время? Ну, возьмем, допустим, постсоветское. Или советское. Или возьмем все вместе, дореволюционное. Возьмем с 1900 года. 116 лет. Сколько от алкоголя отравилось у адвентистов седьмого дня? Они уже были. Я повторяю. Не в России, только во всем мире. Ответ. Ни одного. Ни одного. Почему? А они верующие. Сколько у свидетелей Игова называемых? Они уже в это время были. За 116 лет. Ни одного. В этой же стране. Они не смотрят. Рано утром продают это. Кто? Государство. Подпольное, паленое. Им разницы нет. Они ничего не берут. И интересно, в Америке, самые долгожители адвентисты седьмого дня. Много занимаются спортом. Но самое-то главное не в этом. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Дело-то в том, что, как говорит апостол Павел в послании к Коринфинам, пьяницы царствия Божия не наследуют. Они погибшие. И вот эти рассуждения, что я сейчас смотрю, если бы тут были такие серьезные люди, они бы прям тут же сразу в этой студии арестовали всех, кто там, Анищенко, и предали их смертной казни. Открыто, как в Китае делают. Соловьева одного, может быть, оставили только. И тот-то до конца не договаривает. Государство, чтобы монополию имело, а другие нет. А почему? Если это вредно, никому не надо. Щебуркальского, это славу Крашенинникова канонизирует свои, а православная патриархия нельзя. А почему? Они в их реестре. В храм приходят, свечки нужны. Но только у нас берите. Кто со своей придет, не допускают. Бизнес. Речь свечка, она не нужна, но им надо продать. И так алкогол им нужен для того, чтобы парализоваться. Это теракт, самый настоящий. И если умер один, там, или убили одного посла, какой шум, какие санкции. А сейчас, как говорят молодежи, сколько умирает, так еще наркотики. А наркотики тоже, будь здоров, пахают. А табакокурение, все наркотики. Я кого назвал впереди? Сколько таких умерло? Ни одного за сто лет. Мусульмане, которые по-настоящему, мусульмане, которые придерживаются своей священной книги, где сказано, нельзя пить. Сколько умерло? За тысячу триста лет. Вот пусть статистику дадут. Почему? Они назвали вино и все содержащие алкоголь, где шайтание кровь, чертова кровь. Смертная казнь. Ни одного аборта. И как русский народ не будет исчезать? 145 миллионов людей. А кто они, эти люди-то? Посмотрите, калеки, инвалиды, пенсионеры, пьяницы. Говорится, подзаборное все. Их никто не уничтожает, никто не гонит. Весь мир ждет, когда исчезнет эта нация. Ну, можно что-то сделать? Давайте фантасмагорическую картину нарисуем. 140 миллионов. По 10 миллионов разделим. 14 остается. В 14 мусульманских государств, как Саудовская Аравия, Тунис, ночью тайно переселили туда со всем имуществом, со скарбом, с навыками. И они очнулись в этих государствах по 10 миллионов. Ну, 10 миллионов – это сумма. Но их сразу же всех оповестили о наших законах. Казнить. Вы думаете, многие стали бы пить? Притом, казнить принародно, они выжигают. Поверьте, то, что сегодня разные там институты работают, работают психиатры, это все сгорело бы в один день. Там гей-парадов нету. Там же друг на друга не женятся. Почему? Это же день казнят. Это очень серьезная организация. И они говорят, что Мухаммад, я не повторяю это имя, но приходится сказать, он сильнее Христа. Почему? Он сразу запретил алкоголь, чтобы ни один не умер. А ваш Христос на браке в Кане Гаилейской воду превращает в вино. И сегодня всю воду превратили в вино и пьют. Байкал хлебает, не выхлебает никак. Пока не передохнут все. Мы на это должны, как христиане, ответить простыми словами. Нам это не заповеданно делать. Господь чудо ебил. И чудо только на браке. И там, где пьяниц, может, и не было, никто не знал. Я не против вина, как православный. Я не могу этого сказать. Но у нас принят, как сухой закон. Мы не пьем. Никто в рот не берет. Ни пива, ни брашки, ни настойки. Ничего у нас нигде нет. Мы православные. У нас ни один не отравился. Идиоты не рождаются. Дети все здоровые. Что нужно делать в государстве? Вариант сегодня буквально один. Ввести мусульманский закон шариат относительно водки. Относительно водки. И что из этого проистекает. Но пойдет на это президент? Не пойдет. Рамзан Кадыров пойдет. Рамзан Кадыров. Глава Чеченской Республики. А там Алания, Осетия, Ингушетия пойдут? Пойдут. Пойдут. Это их закон. И что изменится? Народ уменьшится. А потом быстро начнет расти. Притом это ввести, чтобы они были командующими здесь. По этому вопросу. Специально, как раньше комиссары в армии были. Так и поставить здесь мусульманские мулы, чтобы стояли рядом. Я не знаю, кого еще как. Я просто говорю. Никто этого делать не будет. А вот они выпили, боярышник не туда, то другое. Хоть сколько не говори. Где продавать? Как далеко от школьного заведения? Это все сатана пляшет. Руками хлопает. А ведь эти ролики, в которых нас поздравляют сейчас с Украиной, говорят, вот метил, этил, поздравляем вас. 60 человек передохло. Нам воевать с вами не надо. Это уже ролики стоят. Они радуются. Они прыгают. По скаляку, на геляку. Да зачем на геляку-то? Они под землей подохнут все. Они издают. Теперь кто, который издает, их в один день к рукам подобрать. Это очень легко. Но не издадут и не сделают. Тайно идет уничтожение нации. Идет целенаправленное уничтожение нации. Специально продают эти боярышники, которые ни в одном государстве не продаются. Чтобы алкосодержащие лекарства, косметические были. Косметика вообще должна исчезнуть. Она не нужна. А зачем? Натираться, притираться, выщипывать, бороду теребить. Не надо этого. И поэтому в мусульманских республиках этого нет. Нет совершенно. Ну я не беру такие, как туркмены-узбеки. Они тут обрусевшие, обнаглевшие. Но когда они попадают туда, которые бегут там где-то, воюют, то они сразу в один день делаются другими. Ну а можно ли сегодня, вот конкретно, вот в данный момент сказали бы, ты сделался президентом. Во-первых, я бы не стал им. Если мои условия не приняты, значит, первое, что бы я сделал, убрать все полицейские на дороге, лежащие полицейские. Все надо в воду ночь срубить. Сурово наказать, кто их положил. Это первое, потому что я слишком много ехал и видел. В пределах города много их. Ночью спят все, рядом школа. И все прыгают, останавливаются, прыгают, жгут. Миллионы литров бензина сожгли. Второе. Все алкосодержащие немедленно самим принеси, вылить. Ну где-то место назначить, чтобы горело день и ночь. Фиксировать не будем, кто вылил. Но если будет найдено, хоть один признак было. Немедленно защита отдать мусульманам. Убивать их не надо. Мы христиане. Но им отдать. Вот ваши рабы, делайте с ними что хотите. И они будут хорошими гражданами. Но им дать шанс сказать, если только они будут бежать, без всего, здесь уже ничего не будет. У них. То разрешите им убежать. И вот эту картину я просто нарисовал, как президент был. И сдал указ. С алкоголем покончено. Сегодня же все переоборудование. Это пустить на сковородки. На разное еще не хватает. Делать. Убрать. А то как определяют. Вот это нельзя, это можно. Ну мы же написали, что выпивать нельзя на этом боярышнике. Ну хорошо. Давайте на каждом углу будем продавать автоматы, взрывчатку. Ну мы же и не будем писать, что взрывать людей нельзя. Даже напишем. Но само назначение для чего? Чтобы отнять разум. Алкоголь. Все остальные вот эти наркотики. А разум отнять? Разум. А от чего разум отнять? Такая красота жизни. Столько всего Бог дал. А без Бога это не имеет значения. Никакого. Зачем? Человек прячется в действительности. Надо договориться до конца. Зачем они пьют? Почему не берут одну фразу, которую говорил дворянин Ульянов? Радость наша от трудовых успехов. Еще сильно сказано. Но еще особенно, что он сказал, так всегда и было, радовались люди. Златоуст говорит, что земледелец еще с весны предвкушает запах пыли на гумне. Пыль. Когда будет хлеб молотить. Вот если бы мы сегодня маленько-то посмотрели на то, что делается в стране-то, и мы бы увидели все от того, что люди не знают Христа. Если человек покаялся, родился, он не любит того, что в мире, потому что нет любви к Богу, нет любви отчей. Не любите того, что в мире. Что в мире? Но то, что говорят, когда небо в копеечку, когда свадьба играется, что делают? Почему у римлян был закон? До 30 лет молодоженам ни грамма. Смертная казнь. И везде закон был один, смертная казнь. И нельзя было ничего делать. Против. А зачем это нужно? Радость, утешайся, возлюбленная ланью своей, рожай детей, воспитывай, работай. Страна-то ведь никакая совсем. Я это говорю, знаю. У меня старший брат умер от этого. Раньше времени. Второй такой же. Третий там в корчене живет, валяется. Почему? Из одной семьи. Один отец и мать. Верим в Бога, у нас все по-другому. К нам не вхожи нигде. Мы запретили даже сало свиное тут приносить. Или колбасу, в которой может быть свиное сало. Когда у нас дни торжественные бывают. Наконец добились. У нас этого нету сейчас. И конкретно в пределах масштаба страны не надо на Андропова ссылаться. Что, дескать, свадьбы были такие без алкоголя. А как только засняли, после этого доставали бутылки и тут же пили. Не с этого начинать надо. Надо с проповеди Евангелия. А это все в один день можно, говорится, все алкогольные заводы ликвидировать, все вылить. И сразу арестовывать его в ГУЛАГ. Убивать не надо. И самые строгие меры, как за убийц, как поощрители теракта. Все законы, которые касаются террористических актов, вести против алкоголя и наркотиков. И все, и работать будут, каналы строят, Беломорканалы. Они работать могут, там умеют заставить. Найти там своих людей, которые могут это... Были же такие талантливые у Сталина. Они умели руководить. Свои гейдрихи найдутся. Ну а нам-то что делать, христианам? Бога славит, что Он нас избрал. Мы ничего не можем сделать. Вот я на работе. Кто-то стучится. Ограда. Я сторожем. Вышел. Молодой человек стоит. Видно, на веселе. В руке держит бутылку и курит. Я начинаю с ним разговаривать. Он тут же порвал и бросил табак свой. Я стал говорить про водку. Он размахнулся, пасынок, бетон, и как хряснул об него. Бутылка в дребезге. Так, а вы не знаете, что будет? Знаю. У него начался другой путь. Одна беседа через решетку забора. Нужно сделать все силы, чтобы начать говорить об этом в храмах. Всюду и везде. Чтобы конкретно это мне, чтобы дали минимум час времени по эфиру. По центральному времени. Я температуру в течение одного года постараюсь изменить. Но только что говорю, не как. Говорит Жириновский и ничего не делают. Чтобы представлены были люди, которые выносили бы на обсуждение думы то, что буду говорить. А говорить буду только в пользу Бога, в пользу людей, в пользу государства. Говорить на любую тему. На любую. Но чтобы они присмотрелись. А чем лучше те, которые все отнимают у людей, перекачивают миллиарды, перекачивают в Израиль, в Америку, разграбили страну. Почему коммунистам не был Нюрнбинский процесс устроен? А они виновнее фашистов сотни раз. Свой народ уничтожали. Свой народ. И не 20 миллионов, а 100 миллионов уничтожили. Эти вопросы надо поднимать. Но это на трезвую голову. И поэтому сегодня конкретно. Вот мы говорим 22 декабря 2016 года. Что этот год запомнится как год разное событие и год боярышника. Ну, там могла быть черемуха, малина, что угодно можно написать под этим видом. И они ничего не сделают. Это все забудется. Забудется уже к Новому году. Там где-то покупали, я помню, какой-то Новый год был, военная база была. И кто-то решил угостить их. Ну, и молодые офицеры накупили и померли все. Померли. Арестовывать, в каком комке покупали, их нету уже, нету. Речь идет о детях. Там 3-4 тысячи умерли, даже не считают. Речь идет о миллионах, о миллионах, которые гибнут. Это сегодня. И меры нужно принимать сегодня, не завтра, сегодня. А как это сделать? С Богом, со Христом. Во имя Христа. Об алкоголе очень хорошо бы сказали свидетели Еговы. Очень хорошо сказали бы адвентисты седьмого дня. Дать им слово. Сказать не учения свое, там, заблуждения какие. Говорить о Христе. Пусть даже никто не знает, что вы принадлежите каким-то сектантам. А прямо говорить о спасении души во Христе. Под себя не подтягивать. И мы православные тоже, чтобы говорили прямо только о Христе. Но если коснется ответить, мы просто должны сказать, что надо кое-кого деканонизировать. Которые допускали подобное безобразие. Начиная с царского семейства. Потому что выпивка была, залей. Ну, князь Владимир как говорил. Он стал россиянином. Сухой закон же царь Николаеву вводил? Только на время войны. На время войны. А дальше он не успел выйти из этого. До этого-то торговали тоже этими же самыми нормами. Запивалось все. У меня старые есть книги, где там проповедники говорят против алкоголя, рассказы и прочее. Хватало, эти шинки назывались. Из дома последние пропивали, тащили мужики. Это тоже было. Так что там на мне образец. Образец только переродиться свыше. Быть движимым духом святым. Кто любит мир, в том нет любви очи. Дружба с миром есть вражда против Бога. Такие люди называются прелюбодеи и прелюбодейцы. Иакова 4.4. О чем Иоанн говорит. И здесь говорить не надо, уже все переговорено. И которые говорят, тут надо там менее процентов или где продавать. Это враги, их немедленно сразу нужно изолировать от общества. Здесь только стопроцентная гарантия должна быть. А это возможно только там, где люди знают, что пьяниц и царствие Божие не наследуют. А где это возможно? В христианстве, в мусульманстве. Про буддистов я и не говорю. Знают они это или нет. Вот и ответ. Ну понятно, вы максималист в этом деле. Ну да. Здесь ваша позиция ясна. Но учитывая, конечно, тот факт, что это целенаправленное уничтожение. И оно давно уже, можно сказать, столетия назад, если не больше, направлено уже и внедрено постепенно. То есть в царской России оно началось. Постепенно оно перешло через коммунистов. И ну что здесь, здесь надо признать. Я, например, ну как, мой отец редко пил. Он болел сильно. Если на свадьбу где-то пригласят, он выпьет. Потом отходит два дня у него страшные. Но можно предположить, что рожденные в пьяном угаре-то. То есть это нам по генетике передалось, нашу кровь. И так мы выросли. Я помню, что начали подросток уже там праздники. Все взрослые пьют свадьбы. Тебя с собой берут туда. Ты уже на них смотришь. И то есть с детства первый, это, конечно, такая хохма, можно сказать. Но первый свой стакан я выпил в 6 лет. Представляете? Мой отец же, ну, мастером был на все руки. Была одна старая учительница, жила в доме. Попросила ему дрова попилить. Ну, он взял меня. Ну, сколько мне, 6 лет. Вот я как раз там, перед школой это было или уже... Ну, в школу еще не ходил. Это летом, наверное, перед школой. Я там ему что-то помогал, помогал. Потом, ну, отец деньги не брал. Она накрыла под каштаном, столик накрыла для угощения. Как бы, как она, Могарыч, как у нас называется, в народе. Ну, и тут или один, а на Могарыч-то найдутся, компания-то найдется. Вот, собралась полный стол. Там людей, я не знаю, сколько было, 8-10 в то время. Всем разлили. А я сидел, кушал так на краю стола. И мой дядя, его что-то там позвали, он сел на мотоцикл, уехал. Ему-то налили. Я смотрю, все выпили. Ну, я, я же-то вообще не понимал, что это такое. Ну, я эти 50 грамм и выпил. И у меня память из тех, у меня все троилось в глазах. Все по трое, я падаю. Вот, что значит. Ну, это было в советское время, конечно. Многие говорят, что тогда был алкоголь все-таки как-то, стандарты вот эти выдерживались. И люди не так травились, не так травились. Это факт, конечно. За 70 лет от алкоголя там может намного меньше процент умер, чем сейчас в свободное демократическое время. Учитывая то, что Чубайс, вы смотрели видеоролик Сергея Козлова, парализован? Он Чубайс там выставил, Чубайс нарисовал такой график и говорит, нас там 7 миллиардов, а должно быть вот так, 2. А как им? Они же незаметную войну ведут. И боярышник там, все спиртные. Я как узнал, что спирт делают из китайского там, экспериментов этих китайских там. Ну, я сразу все, у меня отращение. Я там немножко еще пил, ну, это 2 года, уже 2 года миновало. Все, я водку перестал. Думаю, ну, вино, говорю, благословенный напиток Божий. А потом и узнал, что вино подделывают. Нет настоящего вина, это надо самому где-то делать. И так, слава Богу, с Божьей помощью вообще отказался от этого. А люди-то не знают, и что, без Бога, конечно, это все сложно. Ну, вот я вам сказал, какой максимализм, это так и должно быть. Если коготовку вяз, все птицы пропасть. Ни под каким видом нигде не допускаете. Если за столом что-то, то уйти. Вот у нас во время свадьбы ставится на стол. А ты не бери. Я имел в виду, что президент этим не займелся, вы что? Я за то, что батюшке говорил, батюшка, сделай, чтобы на столе у перебращающихся не было. Но он не послушался. Я за абсолютное, полное уничтожение всего алкоголя. Ну, лекарственные бывают, где-то там охотники поехали, провалились под лед, там на телеце надо или чего-то там, чтобы не погибнуть. Но это тоже надо обдумать, насколько это надо. В других странах обходятся, и мы обойдемся. Чтоб совершенно этого не было. Ну, какие-то компрессы делать, это, может быть, действительно медицинские предписываются. Но тоже надо смотреть, кому, где, как, дети не имели доступ. Но если уже на то, что уверенности нет, уничтожить все, до единой крошки. Это сразу все это вылетит. Вот показывают, когда фильм там «Снайпер. Возмездие войны». Ну, там играет Дмитрий Певцов. Когда русские это захватили там, где в Германии, «Вино, вино, спирт надо набирать-то». А их там снайперы перестреляли всех. Там какое-то было оборудование реактивных установок или что-то. Но просто к слову сказать. Благодарю за вопрос. У вас все нормально там? Слава Христу! Слава Христу! Да, нормально. Все нормально, ничего. Хорошо. Отсюда собирается Василий, у нас живет, мой племянник, к вам приедет. Но я ему советую у вас остановиться. А он хочет к родственникам. Ну, смотри там. Ему нужно больше молиться, и поэтому нужна тихая обстановка. Все, встретим. Так, лыжи там, чтобы дали, походить по окрестностям. Все, с Богом. Да, он запланировал-то. Да, с Богом. Продолжение следует. С Богом. С Богом.